МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан займае важное местца. 15% агульного экспорта у предприемства приходится минавито на гэтый рынок. Все ли тогда прикладу у Казахстан будет поставлено до 500 одинок техники? И есть еще певные перспективы по ширине супрацовництва. В уголе суместная работа двух краин, уголение машинобудования и вытворчай кооперации, стало ключевым пытанием сустречи. Зараз на территории Казахстана организованы 13 суместных сборочных вытворчастев. На ближайшую перспективу заплановано реализовать проект по створению белорусско-казахстанского индустриально-техничного парка, сельско-господарчей и коммунальной техники у городе Кокшетау. Мы создали сегодня совместное производство, работаем над созданием совместного предприятия и надо сказать, что удерживаем позиции на рынке. И все-таки казахский рынок для нас он очень важен. Мы туда поставляем ежегодно 400 и в этом году планируем 500 комбайнов поставить. Конечно же, совместного производства. В Казахстане наш партнер – это Агромаш Холдинг. И мы совместно сегодня занимаемся и производством, и продажами техники в Казахстане. Уходя посяжения комиссии, Баки так само обмерковали перспективы супрационистства в сферах сельской господарки, транспорта и логистики, проектования и будовництва. По выниках состреча подписана программа супрационистства в Галине физичной культуры и спорту по межминистерствам обедвих краин под обязанностью в наших наступных выпусках. В нашей краине распочалось и вылучение кандидатов у члены Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь. И оно протягнется до 19-го жнивня у Ключна. Вылучать кандидатов будут президиумы Мясовых Советов Депутатов, базового Узроню и ответственные выконками. Кандидаты у члены Совета Республики региструются у центры выборками с 20-го по 24-го жнивня. Непосредственно сами выборы сенаторов пройдут с 25-го жнивня по 13-го вересня на поседжениях Мясовых Советов Депутатов, базового Узроню областей, депутатов Мингорсовета. Выники выборов повинны быть кончатково подведены не поздней за 30-го вересня. Протягиваем выпуск. Управление антимонопольной и ценовой политики Гомельского облывы канкама проводит проверку гандлевой сетки региона. Ци были зафиксованы спробы незаконного повышения цен после деноминации, доведалась Ганна Ковалева. З нагоды проведения деноминации управления антимонопольной и ценовой политики Гомельского облывы канкама разгорнула масштабную проверку гандлевых объектов. Головная мета – выявить тех, кто перед сменой грошовых номиналов вырышил выкарастать для накрутки цен. Другая мы – это проверить. Те усе гандлевые кропки позначили на ценниках деноминации суммы. О первых выниках проверки на пресс-конференции журналистам распавел начальник управления Андрей Сушевич. По водле яху слов, порушения выявили у пяти гандлевых объектах. Нарушения были в том, что цены на отдельные товары на ценниках были указаны в старых денежных единицах. Это в денежных единицах образца 2000 года. Всем вот этим, значит, нарушителям были направлены требования с тем, чтобы ценники и иная информация о цене товара были приведены в соответствии. Уже зараз усе выявленные порушения ликвидованы. Виноваты и притягнуты до дисциплинарной отказности. Усяху специалисты АБВК НКАМА проверили больше, как 30 объектов у разных гандлевых сеток у разных районах в области. Агульный выник мониторингу – гандлевая сетка Хомещена отказно подышла до потребований, связанных с деноминацией. Факта у незаконного повышения цен не выявлена. И в целом, калеказать об повеличении лечбы у наценниках, навод за опошние полгода резкого росту не назиралось. Практически все остается на уровне 100%. А по отдельным товарам даже где-то немножко и сбросилось, скажем так, рост цен. Допустим, в Житковичах чай черный байховый. Индекс роста составил 92,4%. То есть, наоборот, где-то снижение цены. За минулый месяц у середнем по краине инфляция склала 0,4%. Такие ж лечбы и у Хомельской в области. Специалисты означают, что это довольно станучий показчик. Дарыч, контроль за усталеванием цен и выполнением потребований, связанных с деноминацией, будет протягиваться. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, Телерадо, компания «Хомель». Деноминация не выкликала ускладнения у работе организации жилево-коммунальной господарки региона. Об этом поведоми у намесник генерального директора Державных объединений жилево-коммунальной господарки Гомельской в области Сергей Казачок. И он принял делу программе «Задай пытание уладе» на радио «Гомель плюс». Як означаю гость студы, деноминация процесс складаны, однак проблем при переразлику тарифу по-новому не возникла. Была проведена отповедная подрыхтовчая работа. Загаде заменено программное забеспячение, проведены шерах информационных мероприемств с насельницвом. Каб людям было простей разобраться, у червенских жировках усе суммы, кроме тарифа, у нас жилево-коммунальные послуги, позначены у деноминаванных и неденоминаванных грошах. Наступные жировки до конца 2016 года будут у грошах узору 2009 года. Тарифы были уменьшены в 10 тысяч раз и были округлены до 4 знаков после запятой. Связано было это с тем, чтобы не допустить роста цен, потому что, конечно, при округлении до 2 знаков могут произойти округления, и за счет округления будет происходить рост цен. Поэтому тарифы были проденоминированы 10 тысяч раз и, соответственно, округлены до 4 знаков. А также медики являются сегодня самыми запотребованными на рынке работы в области. До речи, сейчас в регионе существует 0,8 тысяч вакансий и половина их именно в этих сферах. Такие дадзины представили в Комитете по праце, занятости и социальной обороне Гомельского облавы Канкама. Найбольш вострый дефицит отчувается в медицине. Тут заявлено практически полторы тысячи вакансий. Найбольшь за потребованные урачи и медсестры. Крыху меньше вакансий в будовничеях алине. Большь за остатник за потребованные арматурщики, бетонщики и монтажники будовничеих конструкций. У сельских господарков Гомельской области потребуются трактористы, операторы машин на ходоение и ветеринарные урачи. Хочется отметить, что, конечно, в последнее время конъюнктура немножко заявленных вакансий изменилась. У нас сейчас практически исчезли вакансии для неколитетной рабочей силы. А также у нас, если раньше практически по всем профессиям в строительной отрасли нужны были специалисты, то сейчас потребность исчезла в таких строительных профессиях, как маляр, штукатур, короче, отделочная работа. До инших тем. Пьяны за рулем с контрабандной зброей после незаконного паляванья. Инспекторы природаховы затримали у Калинковицком районе жихара Российской Федерации. Усе потребностей резонансной справы у материале Виталя Долгого. Стрелы, когда рыжки и другие, не на жарт устревожили мясовых жихаров. Спочатку яны потелефоновали участковому, а уже той, выкликау, супрацовников отдела, аховы живёльные и расли на освету. По гаражных следах на властном автомобиле с российскими номерами был затриманный жихар у Владимирской области. Прим знайдзены палявнейший арсенал. Пришлось обыкликать инспекторов ДАИ. Гэтая ситуация скончилась для гостя с Россией великим штрафом. Больше, как полторы тысячи денаминованных рублёв и депортаций. Наши работники вызвали работников милиции, государственной автоинспекции. За все три совершённых нарушения гражданин привлечён к административной ответственности и депортирован с территории Республики Беларусь. Он понёс административную ответственность за нарушение в области обращения с гладкоствольным оружием. Ну и, соответственно, по линии ГАИ был наказан. И по части 1 статьи 15.35 административного кодекса за... 15.37 административного кодекса за незаконную охоту. Выпадок за сброенным туристом на нашей территории изусим не уникальный. Некольки месяцев тому в Добружском районе была затримана группа жихару Подмосковья на позадорожниках с великим боекомплектом для наразной и гладкоствольной сброи. Казали, что заблудили. Хоть у инспекции Аховы Живёльная и Раслина Освету есть с догадка, что такие визиты зусим не выпадковые. У преграничных зонах радиоактивного забручживания на белорусском боку живности сегодня куда больше, чем на российском. И, дарыши, говорка идти не только про полевание, а лей про рыбаков-браконьеров и порушальников мяжи. Подобная ситуация характерна у нас для территории Ветковского, Чечерского районов, там, где имеется непосредственно граница с Российской Федерацией, Добружский район. Охотники либо сознательно, либо неосознанно переходят с территории Российской Федерации на территорию Республики Беларусь. И здесь уже как бы задерживаются нашими сотрудниками. В этом году были случаи задержания россиян, в том числе и с нарезным оружием, и с боеприпасами для нарезного оружия, уголовные дела возбуждались. Варто отзначит, что каждый тыдень по краине фиксуется коля 10 фактов незаконного опаливания и полусотни браконьерства на воде. У середнем природооховники конфискуют по 3-4 незарегистрованные стрельбы и 5 километров рыболовных сеток. Виталий Довгий, Михаил Рабхов, Телерадио, компания «Гомель». Нагадаем, что у Гомеля с 1-го жнивня спынится оказание послуги проводного радиовещания. С наступного месяца прием платежов за эфир гуковых программ проводится не будет. Отмова от проводного вещания в Беларуси – планомерный процесс. Ранее он успынил работу в районных центрах и сельской мясцовости. Зараз подышла черга областных центров. Причиной отключения стало то, что сама технология передачи даденных таким способом состарела. До того же, при великой колькости сучасных махчимостей, отримание информации снизилась запотребованность послуги у насельництва. Радиослушатели, для того, чтобы не потерять передачи первого национального канала беларуского радио, они могут использовать передачи, которые транслируются в эфире, используя радиоприемник либо в УКВ-диапазоне, либо в ФМ-диапазоне. 25 липень у Беларуси будет значаться День пожарной службы. История этой структуры в нашем регионе наличивает АМАЛЬ-120 годов. До речи, в эти дни в Гомеле идет подрихтовка до святочных мероприемств. Головная из них областного масштаба отбудется в эту суботу. 23 липень на плясу Цыкаля-Лядового палаца пройдет показ пожарной аварийно-варотовальной техники. Так само в программе выступления у звода гоноровой варты Гомельского инженерного института МНС и выратовальников пожарных с выкорыстанием специального узброения. Побыч разместятся дитячие гульневые пляцовки и фотовыставы. Гостей мероприемства так само чекает святочный концерт. Сегодня гостям программы «Добрый вечер, Гомель» станет вядомая гомельская мастачка Светлана Наздрын-Плотницкая. Ее имя добра вядома аматорам воевленчиха мастацтва. Амаль два десятки годов творы Наздрын-Плотницкая изъявляются у экспозициях областных, республиканских и международных выстав. Любовь дародного краю, повага до белорусской спадчаны тесно переплетаются у картинах мастачки за сабистым импрессионистичным успринятием новоколля. Яна активно працует так само у галене мастацкага оформлення, а для устраванных книжных выданнёв, стварэння музейных экспозиций, інших на прамках визуального дизайну. Про свой погляд на мастацтва и место мастака у сёняшнім житті Светлана Наздрын-Плотницкая расскаже подчас сустрычы с ведучим Сергеем Краснобородом у программе «Добрый вечер, Гомель» сёня о 19.30 на канале «Беларусь4». Выставочный калейдоскоп открылся у Палацы культуры чугуночников у Гомелі. Ён объеднувая три розноплановые экспозиции, які повинны затекавить широкое коло мастацтва. Выстава живопису под назвой «Беларусские мотивы» представлена фондом Музея Палацево-Парковых ансамбля и складается с работ мэтров Беларусской школы живопису Роберта Ландарского, Дмитра Олейника, Виталия Цвирко и інших. Жамчужиной экспозиции по меркованні организаторов з'является картина Лявоніха, одного з найстарейших мастаков у Гомельщины Станислава Дьяканова. Дарэчы калісті у Палацы культуры чугуночника узнаходзілася першая обласным центры студы в Ауленчага мастацтва, і многие заутра у работ своя першая твору писалі мінавіта тут. Для другой частки выставы культурно-доброчинний фонд Рэчыцкая Адраджэння привёз творы некласичной школы мастацтва. І трэця экспозиція у складзі выставочного калейдоскопу персональна выстава відомого гомельського фотографа Сергія Пилтніка. Сергія Пилтнік, я считаю, талантливого фотографа із города Гомеля, который на протяжіні уже нескольких лет радує нас своїми работами. Эта выставка называется «Глаза зеркала души». Мне предоставлено 23 работы. Название пришло, в принципе, как-то само собой, потому что, глядя в эти глаза, действительно можно увидеть душу. І Сергею это легко удаётся. І гэта була пошня інформація нашого ранішніха выпуску. У студы працывала Наталья Ігнаценка. Я і мої колеги жыдаем вам плённого дня. До новых сустречу ефіры. Наталья Ігнаценка. Наталья Ігнаценка.